Добрый день, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в четверг. Сегодняшний день знаменателен также несколькими событиями. В первую очередь в 15.00 по московскому времени сегодня выйдет процентная ставка по Банку Англии. Текущая базовая ставка находится на уровне 0.75 базовых пунктов. И по прогнозам ставка не изменится. У нас были с вами прогнозы по фунт-доллару о том, что фунт будет снижаться. На текущий момент времени, что за вчерашний день, что за сегодняшний фунт остался практически без изменений, находятся в таком режиме ожидания перед важными событиями для рынка. Это вполне нормальная ситуация. Мой прогноз такой, что я планирую выставить отложный ордер ниже уровня 1.28. Как помните, этот уровень является не только техническим, но и целым, уровень психологический. Поэтому при пробое этого уровня я жду движения до уровня 1.26. Тоже такой ключевой уровень и он подкреплен технически. Также сегодня в 15.30 по московскому времени будет выступать Марк Карни, подводить итоги своей политики. И также мы увидим, я думаю, на рынке от этого события хорошую волатильность. Мы также с вами недавно разбирали нефть, нефть марки Brent. Но вчера у нас выходили запасы по нефти, и реакция рынка на это была немного негативная. Нефть снизилась. И текущий прогноз по нефти марки Brent у меня снижение до уровня 60.50. Этот уровень подкреплен технически. Ну и при пробое уровня 60.50 мы можем с вами увидеть, что нефть может пойти еще ниже, до уровня 56-55. Это краткосрочно, потому что долгосрочно все-таки я считаю, что нефть будет повышаться, дорожать свои стоимости. Мы также достаточно часто затрагиваем тему индексов. Вчера были такие новости, что Китай предъявил США четкие требования, чтобы те четко обозначили свои обязательства, как они будут снижать тарифы по китайским товарам. И сегодня пришла информация о том, что США и Китай договорились о пропорциональном снижении тарифов. На этом фоне такие индексы, как NASDAQ, Dow Jones и индекс S&P 500 обновили свои экстремумы. Они выросли по отношению к предыдущим своим значениям. И мой прогноз по S&P 500 остается точно таким же неизменным. Я жду роста до уровня 3180. Это первая цель. Возможно, и выше. Как заявил Трамп, пока я буду президентом, индекс S&P 500 будет расти. Выборы у нас в 2020 году. Сейчас есть хорошая возможность зарабатывать на таких импульсных движениях на индексах. Что касается индекса DAX, он также сейчас находится в восходящем тренде. Еще не обновил свои предыдущие экстремумы, но до экстремума 13580-13600 осталось совсем немного. Я думаю, что в ближайшее время опять-таки экстремум обновится. И мы увидим новые значения, в том числе и по DAX. Что касается газа, сегодня в 18.30 по московскому времени выйдут запасы по газу. И сейчас, если посмотреть техническую картину, газ достаточно сильно вырвался до уровня 2.800. И сейчас такое наблюдается снижение, перекрытие гэпов. Я все-таки жду, что газ снизится до уровня, первая такая цель, до снижения это 2.700. И дальше уже нужно смотреть. Продавать дальше уже как-то будет рискованно. Но вот такую вот краткосрочную цель сейчас мы можем забрать. Ну, в целом на этом все. Вам хочу пожелать успешной торговли. Всего наилучшего!